Не упустите отличную возможность получить промо-код на три бесплатных урока английского языка в онлайн-школе Skyeng, а также выиграть курс из восьми уроков английского. Всё, что для этого нужно сделать, это перейти по ссылке ниже и пройти пятиминутный опрос. Ребята из Skyeng каждый год исследуют интересы аудитории, чтобы сделать обучение ещё более эффективным, интересным и качественным. Примите участие в опросе и получите свой бонус. Ничего себе подарочек. Зачем им это понадобилось? Чтобы сделать нас счастливыми. Тема счастья – одна из ключевых в фильме. Герои идут за исполнением желаний, а Сталкер видит себя проводником к счастью. Но при этом сам Андрей Тарковский не считал счастье достойным предметом для поисков. Он говорил, что мы не созданы для счастья, но есть вещи важнее, чем счастье. Получается, что персонажи фильма не являются неким рупором, через который режиссёр провозглашает свои идеи. Писатель, как человек творчества, мог бы быть идейно наиболее близок режиссёру. Но его характер пронизан таким цинизмом в отношении сакрального, что он скорее олицетворяет вообще человека современной цивилизации. В одном месте он насвистывает арию Альта из «Страстей по Матфею Баха». В этой арии апостол Пётр раскаивается после того, как трижды отрёкся от Христа. Если вам довелось слышать это произведение и понять его значение, то попробуйте представить, в каком духовно-нравственном состоянии должен находиться человек, который беззаботно насвистывает этот мотив. В другом месте он проклинает истину, «В спорах рождается истина, будь она проклята». В третьем саркастично сравнивает себя с вечным жидом, оскорбившим Христа. И, наконец, изображает некую противоположность Спасителя. «Я вас не прощу». Сталкер возмущён тем, что писатель в Зоне ведёт себя без уважения и страха и произносит монолог, в котором описывает Зону, с одной стороны, как механическую систему смертельных ловушек, а с другой стороны, как живое существо, с женственным характером. К ней можно прийти на свидание, она капризна, пропускает или не пропускает, предупреждает, наказывает, карает и требует к себе уважения. При этом она не делит людей на хороших и плохих. То есть человек, попавший в Зону, может быть и подлецом, главное, чтобы ему больше не на что было надеяться, и он умел себя вести, то есть оказывал в Зоне своё почтение. Это почтение должно выражаться в виде исполнения определённых ритуалов, к которым относится, например, кидание гаек. Кроме того, в Зоне приходится выполнять множество странных условий. По прямой ходить нельзя, возвращаться за отставшим товарищем нельзя. Это напоминает, с одной стороны, обряда верия, а с другой – тюрьму, которая тоже носит название Зоны. Главное здесь вести себя правильно, тогда не погибнешь. Это Зона. Больше всего Зона похожа на природу, которая торжествует над человеком и его техногенной цивилизацией. Это мир, живущий по своим законам, который человек не может постичь и которым вынужден подчиняться. Известно, что жизнь посреди природы заставляет проявиться в человеке то, что он пытается от себя скрывать. Это и происходит в дальнейшем с героями фильма. Зона – это великая мать, на свидание с которой стремится сталкер. Причём мать, скорее, ужасная, чем добрая. Борис Стругацкий говорит, что Тарковскому нравилась сама идея показать прекрасный, зелёный, радостный мир, исполненный в то же время непонятной угрозы. В итоге мы видим, что зелень и растительность в Зоне – это всего лишь видимость, скрывающая смерть. Вообще, в Зоне всё связано со смертью. Её охраняют военные, убивающие тех, кто стремится в неё проникнуть. Убивает и сама Зона, поглощая попавших в неё людей. Профессор на случай суицида зашивает ампулу с ядом, писатель берёт с собой пистолет. По всем этим признакам Зона напоминает Аид – загробный мир. Тут нет живых людей, и это особенно нравится Сталкеру, добавляя интересный штрих к его портрету. Здесь лежат непохороненные трупы, а Сталкер готов привезти сюда жену и дочку. В описании фильма Сталкер прямо назван «Апостолом новой веры». Но мало кто задаётся вопросом, что это за вера и каков её предмет. В эпизоде так называемой «Молитвы Сталкера» он говорит о необходимости поверить в себя. Когда он произносит молитву, мы видим чёрный колодец с грязной водой, подёрнутой плёнкой. Создаётся впечатление, что молитва произносится вглубь колодца. Кто адресат этой молитвы? И что это за учение, в котором Абсолют символизирован чёрным колодцем с грязной водой? Или же это образ человеческой души? Вообще, в мифологии колодец символизирует утробу Великой Матери. Имея связь с подземным миром, колодец содержит волшебные воды, обладающие способностью исцелять и исполнять желания. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Казалось бы, это отсылка к идеям, изложенным в Евангелии от Матфея и послании апостола Павла. Однако в Евангелии говорится не о беспомощности, а о скромности и смирении. А вера в себя, в принципе, противоречит христианскому учению. Учение сталкера ближе к Лао Цзы, который говорил, что мягкое и слабое побеждает твердое и сильное. И в центре вашего существа у вас есть ответ. Вы знаете, кто вы и чего хотите. Далее мы видим, как сталкер с писателем несколько раз проходит мимо одного и того же места, где висит гайка. Возможно, с точки зрения фантастики это должно было обозначать искривление пространства, очередную ловушку зоны. Но здесь также вспоминается народное поверье о том, что бес водит заблудившегося человека кругами. Относительно странного здания с проемами в стене, за которыми течет вода, в монтажном плане фильма есть запись. Да, это, по-моему, разрушенная церковь в воде. Кинокритик Лев Кархан отмечает, что во всех фильмах Тарковского церковь либо недостроена, либо что чаще разорена, разрушена, сожжена. Христианская символика у Тарковского – это, безусловно, выражение его изначальной расположенности к христианской вере, но в то же время и абсолютной невозможности обрести внутренний покой в храме, у которого нет крыши. Храм существует, но не действует. Как видим, пространство зоны – это место, в котором церковь разрушена, но присутствует своеобразная синкретическая мудрость в духе религии New Age. Затем мы видим горячую залу и раздуваемый ветром огонь, что снова напоминает нам о Тангейзере. Википедия сообщает, народная южногерманская фантазия приурочила исторического Тангейзера к преданиям о горе Герзельберг. Название горы происходит от немецкого слова «оза» – «непотухшая огненная зола». Эта гора, имеющая вид продолговатого гроба, слывет в простонародье под именем Венериной горы. В ней есть пещера, где слышится шум подземных ключей. Народная фантазия услышала в этом шуме стоны грешников и нечестивые клики адской радости, а во мраке грота увидела адское пламя. Гора прослыла входом в чистилище и обиталищем прекрасной языческой германии. Танской богине Гольды или классической богине Венеры. То есть мифологически «зона» – это аналог места обитания Гольды или Венеры. Это подтверждается и всем женственным характером «зоны», и ее почти эротической привлекательностью для «сталкера». После того, как «сталкер» и писатель вновь находят профессора, «сталкер» разыгрывает испуг и удивление и распоряжается сделать привал. Все, отдых. Располагаясь на отдых, герои фильма занимают весьма причудливые положения. В монтажном плане Тарковский пишет. Писатель укладывается на клочок земли, уходящей в воду. Профессор на откосой стене прилег, сидя. Сталкер укладывается тоже промеж воды на сушу. Некоторые в позах отдыхающих персонажей видят отсылку к позам апостолов на иконе преображения Господня. Вот что пишет, например, поэт Андрей Тавров. На иконе преображения Феофана Грека энергия изначального уже проявлена в земном, мускулистом плане. Она лепит земные позы и пластику фигур опрокинутых ей апостолов. Жесты, которые повторил в «сталкере» Тарковский. Допустим, режиссер действительно сделал своеобразную отсылку к иконе Феофана Грека. Но можно ли ее считать отсылкой к христианским идеям, заключенным в данной иконе? К сожалению, нет, ибо при внешнем сходстве поз персонажей смыслы, заключенные в кинообразе, прямо противоположны смыслам, заключенным в иконе. На иконе преображения представлен эпизод, когда Христос взял апостолов Петра, Иакова и Иоанна и взошел с ними на гору Фавор. Богословами это трактуется и как реальное событие, и как образ духовного восхождения. Но в топологии сталкера никакого восхождения нет. Герои постоянно движутся в одной плоскости. Далее на горе Фавор произошло преображение Христа. Апостолы увидели, как его одежды сделались белыми, а лицо просияло, как солнце. То есть апостолы своими глазами увидели божественность Христа. Грубо говоря, апостолы пробуждаются, открывают глаза, начинают видеть воочию, тогда как персонажи сталкера спят. И, наконец, самый главный вопрос. Если режиссер сделал отсылку к преображению Христа, то где сам Христос? Как это ни странно, но место Христа в зоне занимает Чёрная Собака. Как только герои улеглись, она появляется, но как будто в ином пространстве, где моросит дождь. В мифологии Чёрная Собака связана с загробным миром и божествами смерти. Она выполняет роль стража на границе миров и проводника из одного мира в другой. Собака является атрибутом Анубиса и Гермеса. Поскольку они выполняют одинаковые функции проводников душ в загробном мире, возникло даже божество Германубис. Формально Христос, так же как и Гермес, обладает той же способностью перемещаться через границы миров. Поэтому в оккультных учениях Гермес-Меркурий часто отождествляется с Христом. Как пишет Мария Луиза фун Франц, в отличие от светлого и одухотворенного Христа, Меркурий символизирует тёмного и скрытого Бога, который воплощает совмещение противоположностей и компенсирует устоявшийся в коллективном сознании символ одностороннего Бога. Как видим, зона – это загробный мир, в котором всё перевёрнуто. Соответственно, и сцена преображения Христа здесь приобретает зеркальный характер. Если апостолы восходили на гору, то герои фильма, по сути, спускаются под землю. Если апостолы духовно пробуждаются, то персонажи засыпают, а вместо светоносного Христа появляется чёрная собака Меркурий. В следующий раз собака появляется перед пробуждением Сталкера, после чего он произносит отрывок из Евангелия от Луки, не произнося названий и имён. В тот же день трое из них шли всегда неотстоящие стадии на шестьдесят, это называемые, и разговаривали между собой о всех-всех событиях, когда они разговаривали, рассуждали между собой. И сам, приблизившись, пошёл с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали. Он рассказал им, о чём это вы, если рассуждаете между собой, о чём вы печальны. Один из них именем. Здесь рассказывается о том, как ученики встретили Христа после его воскресения, но не узнали. Очевидно, что спутники Сталкера, писатель и профессор, сравниваются с этими учениками. И вновь не случайно, что отрывок о встрече с Христом цитируется в то время, когда путники встречают собаку Меркурия. Кроме того, образ собаки ассоциируется и с чёрным пуделем, в которого обратился Мефистофель, явившись Фаусту. Чёрную собаку можно трактовать и более общо, как порождение зоны и олицетворение тех оккультных сил, которые здесь обитают. Поэтому показательно, что в конце фильма эти силы вместе со Сталкером выходят из зоны в обычный мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok